Дорогой профессор Игорь Николаевич У меня есть афоризм Который я давно придумал Хочу вам подарить Нормальные люди соберутся Даже не имея исходной темы Все равно придумают что-то интересное Но стоит затисаться Среди них хоть одному примитиву Все усилия уйдут как песок Да и хлопот потом наберешь А мы люди нормальные Люди нормальные Будьте здоровы Мне все время пишут Всякие пожелания Чтобы я вам передавал Всякие письма пишут Чтобы я вам передавал Чтобы ваше здоровье было хорошее Долголетие творческого Но я вам передаю сейчас Как раз таки Пользуясь случаем А я между прочим Шутя говоря Набираю благодаря вам Рейтинг своего Ютуб-канала Очень хорошо Потому что как только Мы с вами встречаемся Сразу рейтинг увеличивается У меня уже 201 1500 А сейчас после этой встречи Будет 202 тысячи Поздравляю вас Спасибо Так что вы меня поддерживаете А я занимаюсь как раз таки тем Чтобы люди меньше болели Снимали страхи Снимали всякие шаблоны мышления И были похожи на вас Потому что вы неординарный мыслитель Нет Самое главное Очень просто Надо не врать самому себе Вот все А говорить то Что действительно происходит в мире Все крайне просто Да Это тоже Сложное Все самое простое Очень самое сложное Для человека Ну потому что В жизни она накладывает Целую кучу ограничений И если Так сказать Бояться Что может последовать То Человек Зачастую действительно Вынужден просто Говорить неправду А как быть в таком сложном мире? Ну как Надо Жить по законам этого мира Не надо придумывать самим законы Я все время это Долдоню Потому что не мы же создали этот мир Поэтому ради Бога Познайте законы этого мира И после этого живите по ним То есть В материальном мире мы законы познания И кто выполняет эти законы Живет нормально Кто не хочет жить Прыгает с десятого этажа Вот все Да В материальном мире надо жить По законам материальных То есть Это же поклоняться не Богу А поклоняться К этому Тельцу золотому что ли Или что? Нет Надо поклоняться Именно Создателю этого мира То есть Он же создал этот мир И установил законы Законы там Так И поэтому Надо подчиняться Законам этого мира Вот все А как понять Вот например Женщины зуб болит Как ей понять Вот в этот момент Какие законы мира И как им подчиняться? Очень просто Что зуб не болел Надо заниматься С молодости Зубами Вот у меня Товарищ был Которого Сейчас вот Убили Лешек Богомолов Его научили С детства Это делать И он Умер Со всеми Своими зубами У него Никогда Зубы не болели А мы По глупости Грызли Орехи Кости То есть Нарушали И портили Свои зубы И поэтому Получаем Следствие Как только Мы начинаем Нарушать Законы Этого мира Мы сразу Получаем Отрицательный Результат А сейчас Это касается Раньше Этого Много Не знали Потому что Люди Жили По законам Иудейства На первом этапе Эти законы Были рентабельны Когда мы Познавали Материальный мир Мы не знали Еще всех законов И стремились К лучшей жизни Познавали Это делалось За счет В основном Потому что Бедный человек Ни к чему Не мог стремиться А богатый Стремился Постоянно К улучшению Своей жизни И появлялась Если малейшая Надежда На улучшение Вместо Свечки Лампочку Зажечь С лошади Пересесть На автомобиль То богатый Туда стремился И в результате Происходил Прогресс А сейчас Этот период Закончился Все Материальные Законы Мы уже Знаем И поэтому Сегодня уже Не форт Определяет Развитие Мира А тот Который Тикток Выпускает На белый свет У меня Есть масса Знакомых Которые Целыми днями Сидят И эти Дурацкие Картинки Рассылают По всем Знакомым Я не успеваю Их уничтожать А толку От этого Сами понимаете Люди Заняты Вообще С утра До вечера Но Толку От этих Занятий Ровным счетом Никаких Я понял Но вы имеете Ввиду Иудаизм И еврейство Это немножко Разные вещи Так я понимаю Ну естественно Иудаизм Это когда Правит Царь земной То есть Стремление К богатству К деньгам А царь небесный Это Надо развивать Свой интеллект Разум Для того Чтобы достичь Потенциала Бога Отца Сейчас Переходит К этому И тем Чем больше Мы будем Этому Противиться Тем Больше Наказания Получим Вот война На Украине С утра До ночи Долдонят Но все танки Украинские Ездят На нашем топливе Чего Этого Никто не знает Кроме нас Это знают Все Но тем не менее Либо молчат Либо это То же самое Соединенные Штаты Тоже сидят На нашем Уране На массе Металлов Которых У них Нет А у России Есть все Но прибежал Этот Закупленный Чубай Сказал Нам ничего Не нужно Никакой Промышленности Ничего Потому что Мы все Сможем Купить И так За наши Нефть и газ А нефть и газ Кончаются Уже В России Там осталось На 10 15 максимум лет Даже Саудовская Аравия У нас На душу Населения Вообще Копейки По энергоресурсам А мы их Тратим Будущее поколение Проклянет нас За это Вот люди Растят детей А предопределяют Им Жуткое Будущее Потому что Энергоресурсы Закончатся А как ваши дела Продвигаются Вот сейчас Я очень Беспокоюсь О ваших делах Вроде Начало Двигаться Дай бог Может быть Начнем Работать То есть Преодолеем Эти Иудейские Традиции Когда Кроме глупости Не говорят Я все время Прошу Чтобы провели Дискуссию По Энергообеспечению Человечества Власти От этого Шарахаются Не хотят И говорят О чем угодно Но про энергетику Вы как по телевидению Что-нибудь услышите Никогда Понятно Понятно А может У них не хватает Ума Для энергетики Может быть Ну как-то Не хватает Когда они Всячески От этих Проблем Отвлекают Население Всех стран Все эти войны С какой целью Ведутся Чтоб было О чем Говорить По телевидению И лапшу Людям На уши Вешать По истинным Проблемам Что мне Говорить А все эти Войны Можно прекратить В пять минут Если бы нам Это надо Было бы Ну тогда Люди Европа Если не будет Там парить Мозги Вот сейчас Они уже Начали на улице Выходить И в этом году Уже могут Начаться Очень Серьезные Волнения И что за этим Последует Трудно сказать Нам С вами Слава Богу Уже Лет Достаточно Много И более-менее Безразлично Но о чем Думает Молодежь Для меня Загадка Игорь Николаевич Вот вы как-то Рассказывали Интересную вещь О том Что в будущем В принципе Можно жить Без денег И можно жить Без начальника Ну а зачем Вы назовете Хоть одного Начальника Который умнее вас Ну Как говорится Я начальник Ты дурак Ты начальник Я дурак Ну это Так вот Я говорю Это вот Именно Только такие фразы А по делу Можете вы сказать Кто умнее вас Каждый Каждый В своем деле На первом месте В своем деле Вот вы Физик Ядерщик Вы на своем месте На первом месте Потому что Вы своим делом Занимаетесь Жалко Что начальник Не своим делом Занимается Да нет Начальников Вообще Не надо Зачем Они нужны Каждый Просто В коллективе Должен Выполнять Ту роль Которую Он может Выполнять Лучше Других А такой Пример Жизни Был Когда-нибудь На планете У меня У меня Был В жизни Я не мог Там Зарплаты Давать У себя В лаборатории Но я Премии Всегда так Мужикам Давал Деньги И Говорю Как Принесете Мне список Кому Сколько Я просто Передам Наверх Все Начальники Обычно Это Используют С тем Чтобы им Подчиненные Задницу Лизали Чтобы Там На 3 Рубля Больше Выписал А я Отдавал Туда И мне Поэтому В моей Лаборатории Пальцем Шевелить Не надо Было Там Работали Все Как Слоны Никаких Проблем Не было Я Только С начальниками Ругался Обзывал Их Последними Словами А с Ребятами Которые Со мной Работали Как Один Умирал И говорил Как Жили Как Работали Вспомнишь Плакать Хочется Никаких Проблем Не было Потому Что Если Нет Начальника То Все Люди В коллективе Равны И Никто Коллектив Вы Никогда Не Обманете Никого Потому Все Все Про вас Знают А скажите Пожалуйста Вот При социализме Было Соц Соревнования При Капитализме Конкуренция И говорят Капиталисты За счет Этого Развиваются А у Нас Вот Соревна Упала Да Ну Ерунда Самые Быстрые Темпы Развития Были В Советском Союзе И Никогда Не Надо Которые До сих Пор Даже Китай Не Так сказать Больше Не Показал Темпов Развития Другой Вопрос Заключается В том Что Запад Всегда Сидел На Горбу Всего Остального Мира А Советский Союз Наоборот Всем Помогал Кроме Того Поскольку В Советском Союзе Тоже Были Начальники Но Сталин Их Отстреливал Поэтому Они Вели Себя Правильно А Как Только Их Перестали Отстреливать Они Сразу Все Сгнили Поскольку Стали Тянуться На Запад Я В Это Время Работал Был Молодым Со Мной Много Работало Детей Начальников Все Они Стремились На Запад Поэтому Я В принципе К Начальному Ельцину Относился Очень Хорошо Я Даже За него Голосовал Потому Что Его Первое Было Предложение Ликвидировать Партию Которая Уже Сгнила И Всех Начальников Избирать Вот Об этом Сейчас Никто Кроме Меня Не Говорит Все Начальники Жутко Испугались Ельцина Споили Превратили В абсолютного Идиота И он Кроме Глупости Уже Ничего Не делал А первое Когда он Сам В кругу Общался Этих Начальников Он Понял Сам Понял Что Это Совершенно Лишний Элемент Никому Не Нужный Это Предложение Его Было Я Прекрасно Помню Когда Мне Из Института В котором Я работал В ракетном Институте Постоянно Звонили Игорь Теперь Директор Института Будем Выбирать Давай Возвращайся К нам Мы Тебя Изберем Вот Ведь что Было Но Об этом Ни одного Слова Не говорят Из истории Перестройки Вот Где Был Коренной Момент Я Помню Это Выбирали На заводе Выбирали Директора Я Помню Этот момент Такой Переломный Помню Да Но Это Было Очень Недолго Потому Что Начальники Поняли Что Их Не Изберут И Мгновенно Постарались Об этом Забыть А в Дискуссии Этих Умников Которые По Делевидению Выступают Вы Хоть Раз Слышали Или Видели Обсуждение Этого Вопроса Никогда Это Только Мы С вами Можем Поговорить У меня Игорь Николаевич Есть Приятельница Хорошая Она Дочка Зиновьева Который Во время Сталина Был Антисталинистом А потом Он стал Сталинистом Это Зиновьев Который Написал Зияющие Высоты Академик Социолог Да Но мы С Тамарочкой Дружим Много лет Она Искусствовед Она У меня Даже В одной Книге Моей Есть Ее Глава Но она Не любит Говорить Про отца Но Дело Не в этом Дело В том Что Зиновьева Я иногда Слушаю И мне Интересно Про Зиновьев А как Вы Сами Относитесь Зиновьев К социологу Ну Я его Читал Много Но Сейчас Откровенно Говоря Уже Просто Не помню Потому Что В голове У меня С Определенного Момента Крутились Совершенно Другие Гораздо Более Конкретные Вещи Как Жить Дальше Но Я уже Рассказывал Что Как Наворовать Сколько Угодно Я понял Очень Быстро И у меня Просто Контракт Был на 100 Миллионов Долларов Еще в 89 Году Но Я Значит Проанализировал Ситуацию Понял Что Сценарий Золотого Миллиарда По Уничтожению Большей Части Населения Не Проходит И отказался С этого Вот Хоть раз В последней Встрече В Давосе Было Принято Решение Что Надо Уничтожить 4 миллиарда Людей Вы хоть раз В этих Официальных Телевизионных Программах Слышали Обсуждение Этого Вопроса А это Наверное Гораздо Важнее Чем Все остальные Муть Которую Все эти Умники Обсуждают Соловьевы И ему Подобные Как этому Можно Противопоставить Заслон Какой-то Защитить Человечество И разум На планете Как это Можно Сделать Ну как Очень Просто Это Заслон Так же Как В семнадцатом Году Когда Людей Загонят В безвыходную Ситуацию То Все Они Вылезают На улицы Вот Уже Трактора По всей Европе Ездят А завтра Резня Начнется Когда Еще Энергопоставки Сократятся Ну Им же Погашут Эти Толстосумы Иудеи До сих пор Не могут Понять Простой Вещи Что Сценарий Золотого Миллиарда Не Проходит Это Они Раньше Могли Приехать На равнины Соединенных Штатов Северной Америки И Вырезать Все Население Которое Там Было Ну Индейск Уничтожали Я помню Там Написано Конечно А сейчас Этого Нет Ну Почему По телевидению Не обсуждают Это важнейший Вопрос Что Сценарий Золотого Миллиарда Не Проходит Это Нехорошо Неплохо А это Закон Мироздания Поэтому Надо Искать Выход Кто Может быть Кристаллизатором В этом Отношении Как Волосинка Води В стакане Води Кристаллизатором Ленина Это Сейчас Нет Сталина Сейчас Нет А А как Это Тогда Быть В этой Ситуации Неопределенности В точке Бифуркации Ну Как Это Точно Так же Ленина Не Было В Семнадцатом Году Ну Как Только Ситуация Назрела До Критической Он Появился Всегда Появится Когда Народ Вылезет На улице Всегда Найдется Тот Который Начнет Наводить Порядок Чем Хуже Будет Тем Будет Лучше Ну Естественно Вот Это К сожалению Что Люди Заранее Не Думают О Ситуации И Поэтому Потом Проходит Через Очень Горестные Времена А потом Как Было Рассказывают Как Было Нехорошо Что В Двадцатые Тридцатые Годы Стреляли У Меня Тетушка У Меня Все Из Дворян И Моя Тетушка Перед Войной Бегала По Москве И Орала Везде Ну Слава Богу Наконец То Немцы Придут И Всех Этих Краснопузых Вырежут Ей Дали Пятнадцать Лет Она Солженицы Нам Сидела И Строила Вот На площади Гагарина Этот Дом Который Полукругом Там Стоит Она Меня Туда К Приводили У Ней Был Лоб Рассечен Кирпич Упал Сверху Рассек И Лоб Вот Мы Туда К Приходили Она Плакалась Говорила Какой Глупый Был Она Была Уверена Что Немцы Возьмут Москву И Вырежут Всех Большевиков Но Оказалось Фиг Вам Все Наоборот Вот Очень Интересно Я Вознал Со стороны Хорошего Человека И Со стороны Профессора Известного Физикоядерщика А Теперь Я Вдруг Открываю Все В том Смысле Что Вы И И И Социолог Хороший Вот Это Очень Интересно Да Нет Ну Потому Что Каждый Человек Больше Всех Должен Любить Самого Себя Сказано Полюби Ближнего Как Себя Самого То есть Больше И поэтому К себе Относиться Серьезно А относиться К себе Серьезно Это что означает Значит Просчитать Ситуацию Как она Будет Развиваться Дальше Чтобы не Попасть В дерьмо Вот Все Все Правильно Просто Поэтому Я Естественно Никогда Общественными Науками Не занимался Но Когда Стала Перестройка Я Сел Обдумался Просчитал И вот Книжку Написал Вовсе Не по Физике А по Социальным Законам Развития Мира Сейчас Сейчас Она Достаточно Интенсивно Ходит В интернете Продается Везде Правда Эти продажи Меня никак Не касаются А как Вы к Солженицыну Относитесь Вот интересно Потому что Мнения же Меняются Все время Кто у власти Меняет Мнение И поэтому У нас На земле Поскольку Мы между Западом И Востоком Все время Переписываем Свою историю Заново Солженицын Не понимал Всей ситуации Но То что Советская Власть Партийная Власть Начала Огнить Это он Понял И в этом Отношении Он был Абсолютно Прав То есть Критика В тот Период После Сталинский Период Когда Началось Интенсивное Гниение Советской Власти Это было Абсолютно Правильно Оправдано Но он Не создал Общей Теории Как Человечество Должно Развиваться Он не понимал Что основным Фактором Является Развитие Разума И вот Исходя Из этого Надо строить Всю Социальную Программу Но критика Его Последних Этапов Советской Власти Была На 100% Обоснована Игорь Николаевич Я хочу Всех тех Которые Будут Наслушать Нашу Запись Чтобы Они На вашу Книгу Обратили Внимание Вот Как Сохранить Разум На планете Как Она Точно Называется Скажите Пожалуйста Что Все Запомнили И Поискали Ну Книжка Называется Введение Философии Ненасильственного Развития То есть Сейчас Развитие Насильственное Поскольку Правит Царь Земной Деньги Воюют Только Начальники А Простому Человеку Воевать Незачем Это Начальнику Надо Под себя Как можно Больше Сгрести Я раньше По всей Стране Ездил У меня Везде Были Друзья И в Киргизии И в Казахстане И на Украине И во Всех Странах СЭФ Везде А вот Это Вот Книжка Моя Это Не Последнее Издание Покажите Так Пожалуйста Пусть Посмотрят Подпишитесь На канал Игоря Николаевича Стрецова Там Много Интересного Его встречи Выступления На узле Там Как это Перехват управления Там он выступал В других Средствах Массовой информации Это известнейший Физик Ядерщик Который Самое интересное Говорит Об уране О том Что Только у нас В России Есть этот уран Да Игорь Николаевич Нет Природного урана В России Мало А мы Обогащаем Уран Который Для атомных Станций Сжигать Его Нельзя И вот Злейший Враг Американцы Передали Нам Росатом Одну Из Крупнейших Компании По добыче Урана Называется Ураниум Ван В частности Там Рудники Казахстана Находятся Вот Почему Они Передали Потому что Обогащенный Весь уран Они получают От нас У них Обогатительной Промышленности Нет Если мы Туда уран Не поставим Мгновенно Не будет Очень быстро Винния Не будет Соединенных Штатов И не будет Украины Поскольку На Украине 65% Атомной Генерации А весь Уран Наш Они Правда Говорят Что мы Из Штатов Получаем Такая Компания Вестенгаус Есть Но Весь уран Вестенгаус Получает От нас И потом Поставляют На Украину А раньше Мы сами Поставляли Непосредственно Ведь Был же Этот инцидент Который Даже В интернет Попал Когда Везли Топливо Через Линию Фронта На Запорожскую Станцию Нет Не на Запорожскую На Хмельницкую В Западную Украину И Несведущие Люди Арестовали Этот Конвой И Их Потом Быстро Забрали И Прочистили Мозги Через Линию Фронта Везли Уран На Хмельницкую Станцию На Западную Украину Это Называется Война Понятно Понятно Я По молодости Лет По молодости Пережил Настоящую Войну И Когда Мне Говорят Вот О том Что происходит Сейчас Я Просто Даже Не знаю Как Реагировать Когда Трубы В Восточную Европу С Нефтью И Газом Идут Через Украину Она Отбирает Оттуда Нефть Европа Ее Оплачивает И Все Танки Ездят На Этой Нефти То есть Нам Рассказывать Не то Что есть На самом Деле Да Нет Они Просто Об этом Не Говорят Вот Спросите У кого У Какого Соловьева На Украине Нет Нефти Каким Образом Их Танки Ездят У Украины Нет Урана Обогащенного Нет Там Обогатительной Промышленности На Чем Их Атомная Энергетика Работает Ну Кто Этот Вопрос Задал Хоть Раз Понятно Понятно Все На самом Деле Проще Парная Репа Если Не Парить Мозги Себе И Соседу Все Крайне Просто Поэтому Меня Никогда Не Пусть На Телевидение Чтобы Я С этими Клоунами Которые Там Заткнула Глотки На Пятой Минуте Да Интересно Я Очень Рад Во-первых Умерщий Кашляйте Во-вторых Вы лучше Выглядите За эти Два Месяца Может Погода На вас Лучше Влияет Или Что-то Такое Происходит Круглеет Стало Личико Мне Это Очень Приятно Я так Хочу Чтобы Вы были Здоровы Я же Врач Поэтому Кровь Здоровья Что Я могу Пожелать Здоровья Еще Я хочу Попросить Вас Чтобы Мы Еще Через Дескать Дни Встретились И Снова Сделали Эфир Потому Что Такие Грани Истинно Открываются Когда Мы С Вами Разговариваем Очень Интересно Я Говорю Уже Крайне Простые Вещи Ничего Сложного Я Не Говорю Я Просто Говорю То Что Есть На Сам Деле Вот Все Интересно Что Вы Не Боитесь Это Говорить Вы Что Мне Бояться Мне 86 И Кроме Это Я Всю Жизнь Говорю Но Правда Легкие За Это Мне Посадили Но Сейчас Они Уже Сами Не Знают Куда Им Деваться И Может Быть Поскольку Я Много Идеи Могу Выплеснуть Поскольку Они Предполагают Потому Что По Никелю 63 Последний Как Только Росатом Сертифицировал Я Тут Выдал Способ Его Получения Не За Дикие Деньги Как Росатом Получает И Поэтому Можно Делать Только Вот Такие Батарейки А В любом Количестве Очень Дешево Можно Для Снабжения Любых Индивидуальных Объектов В том Числе Домов Чего Угодно Это Революция Техническая Экономическая Социальная Ну Кто Ж Захочет Вот Так Вот Выпустить Эту Эсину На Свет Божий Там Же Есть Уклад Который Уже Определился За Что Деньги Платят И Так Далее Это Целую Инфраструктуру Надо Менять Да Нет Это Другой Вопрос Я Сказал В Принципе Можно Но У нас Будут И Мощные Электростанции На нашем Принципе Потому Что Уран Кончается Атомной Энергетики Нет Газ Не Кончается Зеленая Энергетика Провалилась И Кроме Нашей Энергетики Нет Я Просто Сказал Что Можно В частности Для Индивидуальных Объектов А Можно Делать Огромные Электростанции Какие Есть Сейчас Причем В любом Количестве Поскольку 90% Всех Ресурсов Энергоресурсов Земли Средоточения В Уране 238 Меторий А наша Методика Позволяет Их Сжигать А запрещают Это делать Я уже Тысяча раз Об этом Говорил Я уже 30 лет Это Долдоню Просто В силу Того Что Богомоловский Ускоритель Который Является Технологическим Инструментом Для реализации Моя Технология Он Обнуляет Авианосный Флот Штатов И Это Проверено Контрактом Который Американцы Нам Дали За 70 Миллионов Долларов Они Проверили Я Об этом Миллионы Раз Говорил Везде Игорь Николаевич Можно Один вопрос А вот Мне там Писали Кто-то Вот Если Игорь Николаевич Добьется Чтобы Эти батарейки Атомные В машинах Устанавливали Которые Ну Рулят Люди Ездят Машина Не взорвется Случайно Если Это Вечная Батарейка Это Не мой Вопрос Я еще Раз Повторяю Сертифицировал Парспортизировал Применение Никеля 63 Для Любых Индивидуальных Объектов Рос Атом Это Вопрос К нему Я только После Этого Взял А на самом Деле Конечно Это Безопасная Вещь Потому что Там Бета Распад Слабо Энергетически Ничего Там Быть Не Может Потому что Из них Даже Делали Эти Кардиостимуляторы Понятно Очень Интересно Очень Интересно Это правильно Без Вранья Игорь Николаевич Когда Примерно Мы можем Еще раз С Вами Встретиться Потому что Да Когда Вам Угодно Какая Нам Разница Сидим На диване Подключились И Включаю Язык Вся История Через Два Три Дня Я Вам Тогда Позвоню Хорошо Да Нет Проблем А Что Делать С теми Которые Мне Все Время Пишут Познакомьтесь С Игорем Николаевичем Познакомьтесь Игорем Николаевичем Что Мне Делать С Ну Пусть Мне Напишут Дайте Ну Просто Тоже Как Говорил Один Мой Товарищ Отсортируйте Вопросы Чтобы Были Со Смыслом Я Понял Хорошо Спасибо Обнимаю Вас Спасибо До До Свидания Привет Всем Спасибо Вам До Встречи До Встречи